Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня я немного хочу поговорить о причинах плохой или не очень хорошей завязыванности плодов. И причина чаще всего бывает одна. Это условия, погодные условия. Конечно, к разным погодным условиям разные сорта приспосабливаются по-разному. Поэтому, когда иногда погодные условия не очень благоприятные, либо слишком резко наступает жара, как вот сейчас у нас в теплицах, даже несмотря на все проветривание, температура на градусах показывает 45 градусов. Но это, конечно, фактически очень редкая пыльца может выдержать такую температуру. Но, тем не менее, вот на примере детерминатные сорта при такой температуре более устойчивы. Вот один из детерминатных сортов удача. То есть он уже начинает краснеть, как мы можем видеть. Сегодня у нас 1 июля. То есть вполне достаточно ранний сорт для нашей местности. И он вполне неплохо завязывается как внизу, так и уже верхний ярус. Видно, что завязывается на самом верхнем ярусе, несмотря на, конечно, большую температуру. Но здесь немножко он еще около двери. Но если мы даже к другим уже сортам, вот еще один детерминатный сорт, то мы тоже видим, что верхний ярус завязывается так же, как и нижний. Но он более поздний, поэтому он еще не краснеет. То есть мы можем видеть, что вполне нормально идет развитие. И сейчас мы посмотрим на пару примеров индетерминатных сортов, что не всегда, то есть при таких условиях у них тоже происходит хорошее завязывание плодов. Поэтому иногда стоит в теплицах смотреть, чтобы выращивать и те, и те сорта, что я обычно и делаю. Давайте посмотрим на другие сорта. Вот индетерминатный сорт высокорослый шантунский великан. Я его уже раньше выращивал. И он, в принципе, уже тоже начинает, как мы можем наблюдать, краснеть первые томаты. И он, в принципе, как бы завязывается, вот первая кисть, вторая, третья, уже повыше, уже чуть похуже. Но он крупноплодный, и поэтому если наверху завязывается по одной, по две помидорин, как мы вот здесь вот видим, там еще цвет, конечно, он еще не завязывается, а вот здесь вот уже это достаточно. Потому что, в принципе, с куста я получу тот урожай, на который я как бы и рассчитывал с этого куста, поскольку томаты здесь достаточно крупные, достигают 500 грамм и выше. То есть количество плодов, если там 20, то порядка 5-6 килограмм с куста я могу получить. Больше очень трудно получить в наших условиях, будем говорить так, и в нашей местности. Да, это вот средняя полоса России. То есть здесь лето довольно-таки-то короткое, и поэтому вот 5-6-7 килограмм с куста считается, в принципе, очень даже хорошим урожаем. И давайте посмотрим еще вот один сорт. Вот еще один сорт Илья Муромец. Это сорт очень крупноплодный. Мы можем посмотреть, что томаты просто громадные. И они еще, конечно, зеленые, то есть они еще будут расти. В принципе, они достигают больше килограмма как бы своего веса, даже эти томаты. Но его вот как бы в наших теплицах выращивать, конечно, можно для крупноты плодов. Но, в принципе, и по урожайности получится так. Если 5 плодов по килограмму, то уже 5 килограмм, да? Но как бы вот нижние ярусы я вижу, что завязывается, а вот верхние ярусы, я вижу, что здесь уже цветает, а еще вот ни одной помидоринки нет. Вот на втором пару есть, в принципе, тоже как бы неплохо. А вот на самом верху уже вообще, то есть как бы отпадают цветы. И это происходит по двум причинам. Первая причина, это то, что сейчас вот я еще раз скажу, что очень жаркая погода, я вам вижу на градуснике, вообще к 50 у меня он подходит. Что-то вообще запредельно жарко в теплице. И вторая причина, то, что вот сорт очень крупноплодный, и он всю силу как бы на себя берет, вот первая, первая вот эта вот зависть, да? Вот несколько, буквально 3-4-5 плодов на себя берут очень много силы, что верхний ярус уже завязывается гораздо труднее, причем еще и мешает им еще и вдобавку к всему погодные условия. Поэтому вот такое может происходить. И это наверняка происходит не только у меня, конечно, такое происходит и у вас. Но тут уж как бы очень трудно что-то приспособиться. Можно, конечно, пользоваться завязью, можно, конечно, как-то затенять теплицу, пытаться понизить температуру. Да, это, конечно, все может немножко помочь, но не кардинально. То есть если уж как бы не с погодой, не каждый год удается как бы, чтобы вот именно условия были именно хорошие для тех или иных сортов. Иногда бывает год, что как раз развиваются, наоборот, индотерминатные сорта, они буквально на каждом ярусе завязываются. Очень хорошо они сразу же, конечно, урожайность, их превосходит намного, урожайность детерминатных сортов. Да, поскольку они и более высокорослые, и дольше растут, и больше получается, и более крупноплодные зачастую, то здесь вот я всегда делаю как раз вот такой выбор. сажаю и те, и те сорта, чтобы получить, будем говорить, урожай по-любому. Детерминатные сорта все равно более, вот в нашей местности, они более такие неприхотливые, что ли, да? Но, конечно, рассчитывать на гигантский урожай, или там, чтобы были плоды очень крупные, очень редко бывает детерминатные сорта, чтобы плоды были вот такие крупные, мясистые, которые некоторые любят салатные. Поэтому все равно сажают, конечно, индетерминатные вот эти вот сорта высокорослые. Я их тоже очень много сажаю, чтобы получить вот такие вот все равно прекрасные, крупные помидоры, которые именно для, очень хороши для приготовления салатов, и так далее, вот, естественно, в свежем виде. Вот. На этом сегодня все. Так что, если у вас не очень хорошо завязываются вот такие вот сорта, не расстраивайтесь, год на год не приходится, ничего страшного. Все равно мы получим достойный вполне урожай. Ну, пускай он будет чуть поменьше, чем мы, если бы условия были очень-очень хорошие. Но все равно насладимся вкусными, хорошими помидорами. И это мы увидим. До скорых встреч. До свидания. До свидания.